30 сентября день победы и независимости Абхазии. Главный государственный праздник, который отмечает вся страна. Город Гал был сегодня по-особому украшен. Всюду флажки и праздничные баннеры. Старые ветки деревьев обрезаны, приведены в порядок аллеи в парках и скверах города. Дорогие ветераны, поздравляю с сегодняшним днем, с вашим днем, с днем победы. Спасибо за чистое небо, за мирную жизнь, за все, что мы сегодня имеем. Низкий вам поклон. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мудрости, долгой и достойной старости. Поздравляю всех жителей нашей маленькой Абхазии с великим днем, с днем победы. Желаю счастья, радости, чтобы подрастающее поколение выросло в духе тех людей, которые отдали свою жизнь за сохранение мира на нашей земле. С самого раннего утра в центре Гала, да и во всех городах Абхазии, собрались сотни людей для того, чтобы возложить цветы у мемориала славы, в знак памяти о тех, кто погиб в борьбе за свободу Абхазии. Расскажите, где вас застала весть о победе? Победу мы встречали здесь, на Ингуре, 30 сентября 1993 году. Хочу вспомнить этот трагический день и радостный день. В первую очередь, наверное, больше радостный наших ребят, тех, которых не смогли быть сегодня с нами, те, которые сложили головы, не дойдя до Ингура. Хочу вспомнить тех ребят, особенно в Галском районе, тех, которые сложили головы уже в те послевоенные сложные годы, которые были в Галском районе. Хочу поздравить народ Абхазии с этим праздником. Этот праздник, он, конечно, и радости в нем много, ну и горя много. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов надели военную форму с орденами. Члены общественных организаций, госслужащие, школьники, да и просто рядовые граждане во главе с местной администрацией выстроились в длинную очередь к мемориалу славы, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы погибшим героям. Открываем митинг Лавагалского района. Константин Пилия после выступления попросил всех почтить память героев, не пришедших с войны минутой молчания. Дорогие друзья, сегодня отмечаем 27-ю годовщину победы и независимости Республики Абхазия. В этот радостный день, который отмечен всеобщим ликованием, мы не можем не почтить память нашим героям. Давайте прошу почтить память минутой молчания. Спасибо. Мы пришли к победе и все наши усилия должны быть приложены к сохранению мира и добра на нашей земле. Пусть ничто не свернет нас с этого пути. Праздникам, дорогие. Слово предоставляется председателю районного собрания Джамбулу Синардовичу Куртаву. Хочу поздравить участников сегодняшнего митинга. Всех ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов и весь народ Абхазии с 27-й годовщиной. Победа была достигнута ценой в жизни более трех тысяч защитников Родины, среди которых были наши братья и добровольцы Северного Кавказа и других регионов России, Турции, Сирии. Пришедшие на помощь абхазскому народу в первые дни войны много горя, слез и потери понесла Абхазия. Дорогой ценой досталась победа. Тысячи матерей надели траур по своим погибшим сыновьям и дочерям. Сегодня великий день нашей страны. Мы собрались здесь, чтобы отметить великий праздник в истории абхазского народа. Эта победа далась нам нелегко. Война 1992-93 годов стала одной из трагических событий в то же время героических страниц в истории абхазского народа. Ценой крови наших лучших сыновей и дочерей Абхазия сумела противостоять внешней агрессии, защитить свою свободу и сохранить независимость страны. Я хочу поздравить всех соотечественников с этой победой. 30 сентября принято поздравлять друг друга и ветеранов с праздником победы и независимости, а также благодарить живых и павших участников той войны за то, что они отстояли родную землю и обеспечили на долгие годы мирное небо над головой потомков. Галская молодежь тепло встретила участников акции «Тропой героев». Участники шествия начали свой путь еще вчера с города Сухом, столицы нашей Родины. В акции приняли участие более ста человек, но в каждом городе к ребятам присоединялись желающие пройти путь героев. Я от всей души поздравляю весь народ Абхазии и весь Гальский район с праздником, с Днем Победы. Желаю всем счастья, радости, чтобы в нашей стране никогда больше не было войны. Пусть процветает наша Родина Абхазия. Шествие двилось в сторону Ингур с песнями, танцами, с криками Айайра. У памятника погибшим солдатам участники акции, основную часть, которую составляли старшеклассники, возложили цветы. Всю дорогу ребят сопровождали представители администрации, сотрудники ГАИ Абхазии, врачи скорой помощи и все те, кто активно поддерживал ребят. Врачи скорой помощи и все те, кто активно поддерживал ребят. Врачи скорой помощи и все те, кто активно поддерживал ребят. Врачи скорой помощи и все те, кто активно поддерживал ребят. И участникам тех событий, живым и погибшим, память об их подвиге и теплые слова благодарности. Поздравляю народ Абхазии, всех жителей, кто чтит память этих людей, вечная память им. Мы не должны их подвиги совершенные и до приветствий к сегодняшнему дню. Не забывайте их. И с праздником всех. Но самым лучшим подарком для ветеранов станет систематическая помощь, как организации, так и частных лиц. И ощущение того, что о них помнят всегда, а не только в праздничный день. На государственной границе Ингур для участников шествия отдел культуры подготовил несколько номеров. Ансамбль Самурзакан исполнил свои лучшие музыкальные произведения, после чего всех ждал фуршет. Мы всегда должны помнить о подвиге нашего народа, с уважением относиться к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Не только в преддверии этого дня, но и в течение всего года и по возможности помогать им в жизни. Анжела Упилава, Илона Микава, Борис Сацуа, Галтовая.